МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом плане у нас на сегодня это самое большое республиканское состязание, которое мы ждем. Да, вот как вы уже сказали, что 10-14 ноября у нас будет чемпионат Республики Казахстан среди взрослых, где будут отбираться лучшие наши спортсмены для представления сборной Казахстана на чемпионатах Азии, на чемпионатах мира и в всемирных играх по борьбе казах-кройцев. В целом, как идет подготовка, сколько ожидается участников, почему именно город Кызларда? Вот такие интересные ответы хотели бы услышать наши телезрители. Ну, у нас, вы знаете, что чемпионаты Казахстана проводятся во всех наших областных центрах. В этом году попалась проводить Кызлардинская область в городе Кызларда. И как бы в этих соревнованиях участвуют самые сильнейшие спортсмены области, которые у себя отобрались. И я думаю, что где-то будет, ожидается где-то больше 500 участников спортсменов. Это хорошее количество участников? Да, потому что с каждым годом у нас растет участие на чемпионатах. У нас раньше как-то был, проводился он по рейтингу. Как бы там допускалось, например, когда мы проводили Кубок Республики Казахстан. С первого по третье места, которые занимали команды, они представляли первого по третий состав, остальные по два состава, и которые заняли после седьмого места по одному составу. Сейчас мы это ограничение убрали, дали возможность отбороться всем, кто занял первое и третье места в своих областных чемпионатах. И как бы вот число спортсменов у нас растет. Не только во взрослых, мы дали возможности всем по кадетам, по юношам и по молодежи. Казак Курюсе, как говорят сами специалисты и болельщики этого древнего казахского национального состязания, имеют такое вот удивительное свойство, насколько она у нас в крови пропитана. С тех еще древних времен наши предки умели бороться. Но и сейчас этот вид спорта очень прогрессивно развивается. И это тоже такой парадокс. Он идет развитие все равно и не только на республиканских масштабах, и международных состязаниях тоже. Что можно сказать о уровне конкуренции? Вот на встречу уже признанным опытным мастерам Казак Курюсе, имена которых наши телезрители очень хорошо знают. Какие могут быть прийти новые имена? Ожидаем ли мы молодежь на этих состязаниях? Вы знаете, что нашей борьбой, национальной борьбой, все начинают заниматься с детства. В основном в сельской местности, как бы получается, азы борьбы они получают именно с национальной борьбы. Как бы потом эти ребята, закончив школу, поступают, скажем, в высшие учебные заведения, попадают в областные центры. И там дальше уже попадают квалифицированным тренером, в которых они уже находят таланты, которые они могут показать себе в борьбе с самбо, в борьбе с дзюдо, по вольной борьбе, по греко-римской. И поэтому Казак Курюсе, мы всегда говорим, это фундамент всей борьбы наших ребят, откуда потом дальше ребята развиваются по другим видам борьбы, где получают большие квалификации. То есть подобная практика, сколько я знаю, есть и в других странах, таких борцовских традиционных, Грузия, Монголия, где именно местная борьба, она становится фундаментом, базой, как вы говорите, для борьбы олимпийских видов спорта. Вот говоря о олимпийских мечтах, все-таки очень большое количество занимающихся, очень широкий календарь в международных соревнованиях, большое представительство в федерации международной. Можно сказать, что у нас есть план, есть мысли о том, что рано или поздно мы будем смело рассуждать о том, что мы можем попасть в олимпийскую семью? Да, это как бы у всех большая мечта, но для этого надо пройти большой путь работы, потому что дзюдо, если является олимпийским видом спорта, там в олимпийской программе участвует больше 200 стран, это больше 200 федераций развивается. Поэтому, чтобы мы хотя бы войти на азиатские игры, хотя уже какая-то программа у нас проделана, мы должны развитие проделать в пяти континентах мира, провести их чемпионаты. Хотя это уже работу проводит Всемирная Федерация, они проводили и в Бразилии, и в Голландии, и в Южной Африке, в Кептауне, и в Европе. Как бы можно сказать, что в этой организации больше 60 стран получили семинары видов нашей борьбы. Сейчас знаете, что у нас Международная Федерация Борьбы тоже проводит такие чемпионаты, чемпионаты Азии, мира, Европы, где тоже углубленно проводятся семинары. Как бы получается, что казах-крысы могут бороться, и ребята, которые занимались и дзюдо, и самбо. Как бы борьба, она одинакова, где-то отличие только, конечно, в правила. У нас, например, в национальной борьбе все борются только в стойке. И когда идет ничейный результат, идет трехминутный бельдесу. Самый такой охватывающий момент – это бельдесу, потому что… Да, нужно поднять его. Да, не то, что поднять, а просто, получается, два сильных борца, которые не могли одолеть себя в стойке, им дается возможность на поясную борьбу, а в поясной борьбе уже выигрывает тот, у кого больше силы, больше ловкости. У кого остались силы. Да, больше хитрости, да. Поэтому самый охватывающий момент нашей борьбы – это бельдесу. Коян-колток. Ну, а что, если говорить о АЗАХ, Казах-Курисе? Сегодня уже и спортивные функционеры рапортовали о том, что с каждым годом в школах нашей страны открываются новые секции Казах-Курисе. Кто-то и вовсе говорит, что нужно в школьную программу. То есть мысли глобальные, масштабные. Насколько сегодня ведется работа с детьми, с нашим подрастающим поколением. Тем более, что мы все знаем, что вся наша сила в аулах. Вот как там именно, в далеких местах, далеких от Нур-Султана, от Алматы, от больших городов? Я могу сказать, что до 2000 года раньше Казах-Курисе входило в программу видов спорта. У нас проводились спартакяды среди сельских спортсменов, спартакяды народов Казахстана в программе было. Потом чемпионаты проводились. Ну, как бы такого большого развития не было. И потом, благодаря Турлухану Удалет Булатовичу, который открыл в дирекции штатных национальных команд штат Хазах-Курисе, и пригласил нашего великого тренера, заслуженного тренера Советского Союза, Марата Нурмагамбетовича Жахитова, которые возглавили этот вид борьбы. И мы как бы получили большой резонанс, дальше работая в этом направлении, начали развиваться в спортивных школах, открываться секции. И потом, когда в 2011 году мы провели первый республиканский турнир, национальный такой турнир, колорит, который был идеем и вдохновителем этого турнира Арман Тулеген Шураев, вот этот дал очень большой толчок и импульс, начали открываться в сельских местностях, в школах, именно отделение борьбы Хазах-Курисе. И там получается развитие как, вот, например, я даже сам тоже работал директором спортивных школ, это вот в сельских местностях, например, преподаватель физической культуры, который вот преподает физкультуру, как бы там в аулах, вы знаете, очень много ребят талантливых. И мы их брали на штатное расписание, на 0,5, где они, как бы, большинство времени они проводили по общей физической подготовке. Где-то находили маты, потом изучали приемы и в дальнейшем передавали этих ребят тренерам, где вот от этой передачи зависела их категория. И получается, что сейчас, можно сказать, во всех областных центрах, где есть сельские местности, и даже в отдаленных сельских местностях у нас есть отделение Хазах-Курисы. Второй раз у нас проводится ранжирование Республики Казахстан в спорткомитете, где мы, наш вид спорта находится в группе А. Это о том говорит, что у нас сейчас больше 116-117 тысяч детей, спортсменов, занимается видом Хазах-Курисы. Солидная сумма. И мы, да, мы, например, наша задача, конечно, поднять уровень занимающихся под сумму, потому что мы до этого с вами разговаривали, что получая фундамент и толчок от этого вида спорта, завтра мы даем возможность этим ребятам показать себя в других видах борьбы, где мы даем импульс, дальше толчок для развития, чтобы у нас они могли представлять нашу страну в борьбе дзюдо, в борьбе самбо. И это наша будет гордость, что, ну, можно сказать, спортсмен, который начинал с Хазах-Курис, получил все азы и дальше продолжает в другом виде спорта. Мы от этого только будем радоваться. То есть обид нету, что столько раскидли. Наша задача такая, да, потому что вот даже если сейчас взять, например, дзюдо, многие наши ребята, которые представляли свою область, а ныне представляли нашу сборную Казахстана по Хазах-Курису, сейчас защищают честь своей страны под дзюдо. Вот взять хотя бы нашего братьев Хархазбаевых, которые вот недавно, вот Ава-Будаби, он 60 килограмм, Гусман Хархазбаев взял золото. В прошлом году он взял третье место. Вот как бы ребята, те, которые начинали с Азов, именно Казах-Курисы. Если они дальше, в дальнейшем показывают такие результаты, мы только радуемся. У нас вот этого конкуренции там или вот этих понятий нет. Почему? Потому что мы работаем, чтобы мы могли поднять Казахстан на уровень такой, чтобы мы могли завоевывать большие медали в Олимпийских и Азиатских играх. Есть и обратные случаи, когда такие мастера, как Виктор Демьяненко, как Иржан Шенкеев, наоборот, приходили из дзюдо в Казах-Курисе. Нет, Иржан Шенкеев является моим тоже учеником. Он тоже начинал Казах-Курис. Я же говорю, когда наши ребята растут и представляют нашу страну, скажем, хоть и по самбо, хоть и по дзюдо, мы должны радоваться, мы гордимся. А вот в Казахстан-барсе у нас нет ограничений. Мы же говорили, что в этом турнире попадает сильнейший, который проходит у себя отбор. Там он может быть представителем вольной борьбы, может быть представителем греко-римской борьбы, или самбо, или дзюдо. Он имеет полное право участвовать на нашем турнире. Уважаемые телезрители, хотел бы напомнить вам, что в нашей студии гостем сегодня является Женес Биткозов, государственный тренер Республики Казахстан по казах-курисе. Женес Нихамбайулэ. Есть один случай, очень интересный, который произошел в нашей национальной борьбе. К нам приезжали на один из турниров Алем-барсы, если не ошибаюсь, очень знаменитые дзюдоисты. И других видов спорта там есть, из Кубы приезжали, из Грузии, тот же Гуран Тушишвили, который с нашим Альбеком Нагумаровым боролись они в финале, и тогда наш спортсмен выигрывал этого спортсмена. Гуран позже стал чемпионом мира под дзюдо. Сейчас он один из претендентов на олимпийскую медаль. С Тедди Риннером он может составить конкуренцию, может на Олимпиаде в Токио бороться. Так вот, к чему я веду? То, что сегодня заниматься, бороться казак-куресы стало модным не только в Казахстане, но и на мировом ковре. Поэтому и приезжают к нам такие спортсмены. Но увидя это, та же АйДЖФ, Международная федерация дзюдо, сделала запрет на то, чтобы известные спортсмены не могли бороться в нашем виде спорта. То есть это какое-то будет противодействие такому ходу, чтобы привлекать известные имена в наши ряды? Я могу так сказать, что казак-куресы, можно сказать, это идентично дзюдо, а не одинаковые. Очень многие правила похожи, да? Не то, что очень много, это как бы одинаковая борьба, только у нас нет борьбы в партере, борьбы лежа. А так как бы все арсеналы приемов, они очень схожи, очень похожи. Например, дзюдо раньше были все приемы, проходы в ноги, боковые перевороты. И так получилось, что они сейчас стали как бы братьями, только у нас нет борьбы в партере. Поэтому, когда мы приглашаем на наши международные старты, скажем, с Кубы, с Голландии, с Камерона, вы сами были представителями, когда мы в семнадцатом году в Астане проводили чемпионат мира. Очень много стран приехало, и вот они... Когда мы вот семинар проводим, вот мы как бы больше объясняем как бы с сочетанием дзюдо, что вот эта оценка, например, вот эта у нас полпобеды, она как бы идет похоже на Вазари. Жамбас оценка, она как бы больше похожа, и идет оценка Юка. А сейчас вот видите, что у нас дзюдо, только вот одна оценка в Азаре. Вот, и как бы там, например, им же интересно же поучаствовать в этих соревнованиях, когда мы проводим вот такие мероприятия. И, естественно, вот спасибо вот Анату Алдобергеновичу, Вазумбаеву, который возглавляет нашу международную федерацию. У нас вот мы идем по пути развития казак-крусы как дзюдо. Раньше вот как дзюдо она поднималась. Они сами проводили семинары, привозили свое кимоно, приглашали со всех других стран спортсменов, оплачивали им дорогу. И вот этим путем они поднимались на Олимпийские вершины. И как бы мы тоже как бы сейчас таким работаем в этом направлении. Поэтому когда вот они приходят, они видят нашу борьбу, интересно. И я когда вот общаюсь с тренерами, для них интересно вот этот наш вид борьбы, когда у нас ребята встают на таком некрасивом, неудобном, удобной стойке. И пока они с классики переходят на вот этот захват или пока перестраиваются, попадают на прием. Они вот это все записывают. И как бы мы когда проводим свои вот эти международные учебно-тренировочные сборы, и вот они все вот это вот записывают. И вы знаете, что как бы в дзюдо в основном как бы вот азиатские страны, скажем, начиная с Японии, кончая вот с корейцами, Узбекистаном, киргизами, казахами. Вот у нас свой идентичный вид в этой борьбе, потому что у нас такие приемы, которые, например, многие не развиты в Европе. Скажем, вот эти обвивы, задние подножки, вот это все. И для них это интересно, как бы они вот это все записывают. Азиатский стиль, да, наш. Да, и вот это все, весь этот арсенал, например, в нашем виде борьбы есть. Вот, скажем, вот этот обвив, внутренний захват ноги броском-прогибом, он как бы в дзюдо считается запрещенным. А у нас она как бы не запрещена. И они вот этот весь арсенал видят, как бы все вот это все записывают, и как бы большинство применяют в своем виде. Поэтому мы радуемся, когда наш вид борьбы где-то дает такой резонанс им для развития тоже. Ну, и стоит, наверное, отметить, что чемпионат Республики Казахстан в Казаларде – это не последнее крупное соревнование, которое будет, которое ожидает нас всех. В декабре этого года мы все ждем чемпионат мира по Казакку Ресе. Расскажите о нем. Ну, перед чемпионатом мира мы планируем 2 декабря в Алма-Ате провести Алем-Барсы, где также мы, думаем, там приглашим где-то около 40 стран спортсменов. Алем-Барсы, вы знаете, борются только те, которые представляют абсолютную весовую категорию. А 15-16 декабря в Октюбинске мы будем проводить очередной чемпионат мира по Казакку Ресе. И станет ли возможным, что нынешние, предстоящие, будущие чемпионы в Казаларде будут выступать на чемпионате мира? Или уже есть состав, который занимается и готовится к чемпионату мира? Мы в прошлом году провели отбор чемпионат Казахстана в североказахстанской области в городе Петропавловске. И как бы вот эти первые номера, которые выиграли чемпионат Казахстана, они будут представлять в Октюбинске нашу страну. А этот нынешний чемпионат, она как бы будет представлять на следующий год. Там будем проводить чемпионат Азии, потом в Турции планируется провести всемирные игры, кочевников. И как бы вот таких мероприятий мы будем представлять от отобранных ребят, которые прошли чемпионат Казахстана. Прошлогодние чемпионы, они тоже будут участвовать на нынешнем чемпионате? Прошлогодние чемпионы в этом году будут представлять сборную Казахстана в Октюбинске. Они в Казахстане будут бороться? Они будут бороться, все будут бороться, потому что это же отбор. Практика нужна. Да, да, единый отбор здесь идет. Ну и одно большое новшество в вашей федерации, не знаю, насколько оно новшество, вы в последние годы стали очень плотно работать с другими странами, проводите совместные учебно-тренировочные сборы. Как это все происходит? Какие страны вы выбираете для своих спарринг-партнеров? Ну, у нас сейчас вот сборная Казахстана в прошлом году побывала в Азербайджане, в Монгольской республике, и вот в этом году второй раз съездила в Грузию. То есть с такими сильными, большинство, с такими традициями. Да, это эти страны, где действительно очень сильно развита борьба, и как бы мы с ним и тесно сотрудничаем, как бы получается, что идет взаимообмен опытом. Все-таки они же тоже в основном с национальной борьбы, с национальной борьбы начинают, и дальше вот идут они, представляют свои страны и по дзюдо, и по самбо, и по вольной борьбе, и по каримской борьбе. Как бы мы схожи в этом направлении, но все равно мы как бы идем делать между собой взаимоопыт, чтобы в дальнейшем наши ребята лучше выступали на международной арене. Спасибо вам за нашу встречу. Желаем удачи вам в ближайших ваших соревнованиях. Уважаемые друзья, вместе с нами был Женес Дихамбаева Бетхозов, государственный тренер Республики Казахстан по казаху Ресе. Ну а мы с вами прощаемся. Оставайтесь вместе с нами, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова